Господи, это работает! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Армахи Бримов, продолжим играть в группу названия Minecraftverse 1.7.10 И, как вы помните, про все время остановились на том, что наконец-то слетали на Марс и из маленького бесформенного кусочка сделали офигенный кусочек Земли. То есть я имею ввиду то, что мы маленький клочок Земли терраформировали и там наконец-то могут жить абсолютно любые животные, дышать и самое главное там много энергии. Да, вот собственно, вот такой своеобразный апгрейд мы провели и там действительно у нас теперь полноценная база и в дальнейшем там будут жить, наверное, свиньи, коровы, кто-нибудь еще. Но на самом деле сегодня речь не об этом, дело в том, что самые внимательные люди, наверное, уже заметили то, что у меня в инвентаре те вещи, которые я, в принципе, за этот сезон практически не использовал. Итак, это обитый железом деревянный жезл, таумометр и тауманомикон. Что же эти три вещи нам говорят? Правильно, таумкрафт вернулся, но... Стоп, стоп, тихо, не подумайте ничего такого. Этот самый таумкрафт, действительно, сегодня я буду немножечко изучать, но я не буду изучать его глобально, сейчас поясню почему. Как вы, наверное, знаете, примерно последние пять серий я хочу взорвать гору у нашей любимой деревни греков. И давайте даже посмотрим на эту гору, если кто еще не видел. Вот эту вот огромную гору. Да, я прекрасно понимаю то, что здесь ее можно разобрать с помощью кирки или с помощью карьера, но это же скучно. Ну, серьезно, вы, наверное, должны прекрасно понимать то, что я хочу какой-то экзотики. Да, серьезно, я никогда не взорвал горы с помощью ТНТ. Короче говоря, для того, чтобы сделать огромное количество ТНТ, нам нужно очень много песка. Это, как вы понимаете, без проблем, то есть просто берем и копаем. И самое главное, очень много пороха. И вот здесь-то встает трудно. Сдела в том, что мы не сможем найти огромное количество криперов. То есть нам нужно примерно 100 криперов. Этих самых 100 криперов я, конечно же, искать не собираюсь, потому что я не мазохист. И, короче говоря, я нашел более цивилизованный способ. Это раздвоение пороха. Если мы прямо сейчас заглянем в книжечку Таумномикон, которая добавляется с помощью того самого Таумкрафта, мы здесь увидим кучу вкладок. Базовая информация, Тауматургия и Алхимия. Вот именно эта самая Алхимия мне как раз-таки и понадобится, потому что вроде как где-то вот здесь вот в дальнейшем открывается раздвоение предметов. Если говорить супер просто, то Таумкрафт может сделать из 25 пороха 50 пороха, из стака пороха сделать 2 стака и так далее. Я надеюсь, что вы сейчас все поняли, что я сказал, и давайте я сразу зарекусь, я не буду вас утруждать этим самым Таумкрафтом, если вы никогда не изучали этот мод. То есть, серьезно, я прекрасно понимаю то, что у нас сейчас в сезоне очень много всяких разнообразных модов, и все их удержать в голове это довольно сложно, то есть для обычного зрителя. Поэтому абсолютно все я буду вам показывать только лишь поверхностно. И, короче говоря, прямо сейчас что нам нужно сделать, это продолжать изучать эту самую Алхимию. На данный момент, что у меня здесь изучено, это Мистическое Пламя, то есть не Тор, который издает действительно колоссальное количество света. И получается, что нам сейчас нужно продолжать изучать, это Магический Жир и Алюментум. Но на самом деле я, в принципе, уже готов, потому что у меня есть записки и исследования, и все, что мне нужно, это подойти к столику изучений. Если кто никогда не видел этот самый столик изучений и не знает, как он выглядит, то это вот эта вот штуковина, которая на самом деле стоит у меня уже примерно 40 или 50 серий. В общем-то, мы собираемся изучать Магический Жир. Например, мы собираемся его изучать, мы его суем вот сюда, и здесь у нас два непонятных аспекта. Как вы понимаете, мы не собираемся тратить огромное количество времени, чтобы понять, что это за аспекты, поэтому прямо сейчас я обращусь к гуглу, и все станет на свои места. И тадам! Я все-таки узнал, что это за аспекты. Это у нас Прикантатия, то есть Магия, и Корпус, то есть Плоть и Тело. Все, что мне теперь нужно делать, это просто вот эти вот два аспекта соединить. И делается это на самом деле довольно-таки просто, но я все равно нажму на паузу, и увидимся через раз, два, три. Тадам! У меня все готово. Открытие, забираем, и нажимаем правую кнопку мыши. Research completed, магический жир. Вот так вот на самом деле просто изучается Таумкрафт. Сейчас, получается, мы снова заходим в Тауманомикон, и здесь, по идее, у нас должно что-то новое открыться. И да, это действительно так, Алхимия удвоения! Вот, вот это нам и нужно! Ни хрена себе, мы действительно так быстро дошли до того, что нам так срочно нужно. То есть, действительно, вот она, Алхимия удвоения, то, о чем я говорил. То есть, из 10 пороха 20, из 20 40, из 40 80 и так далее. Но проблема заключается в том, что здесь снова какие-то непонятные аспекты, и мне снова придется лезть в гугл. Но, я думаю, то, что вы уже привыкли, поэтому раз, два, три. Ёперный театр! Вы даже не представляете, как долго я сейчас мучился. Серьезно, прошло как минимум 10 минут, пока я узнал, что нужно для этой Алхимии удвоения. Абсолютно нигде в интернете не написано, какие аспекты нужны для этой самой Алхимии удвоения. Поэтому, знаете, что мне сейчас пришлось делать? Я вам покажу. Мне пришлось изучать практически все аспекты. Вы только посмотрите, я реально просто в интернете тыркался, тыркался, изучал все эти интернеты и вроде изучил. Я даже изучил такие бесполезные аспекты, как Сана, Вененум или Витюм. Серьезно, я не знаю зачем, но я думал, что именно они и понадобятся. Ну, а здесь в итоге понадобилась магия, жадность и, по-моему, создание. То есть, мы сейчас нажимаем просто левую кнопку мыши и research completed, господи, наконец-то! Окейушки, хорошего много не бывает. Нажимаем, в мире довольно много алхимических веществ. Внимательно добавляя подходящие аспекты, вы сможете их воспроизвести. Вот он, порох! То есть, для того, чтобы удвоить порох, нам понадобятся 4 игниса и 4 пердитю. Прямо сейчас мы должны посмотреть, где это находится. Насколько мне известно, пердитю находится в обычном булыжнике. Собственно, мы сейчас наводим. И да, это действительно так, только здесь еще и терра добавляется. Так, и получается, мне теперь нужно найти, где находится огонь. Но что-то мне уже подсказывает, что я знаю, где находится. И нет, это не факт или чё? Может быть, в каком-нибудь адском камне? Вот только я даже не знаю, адский камень у меня есть. Да, вот смотрите, адский камень есть. Мы его выкидываем, изучаем. И здесь у нас... Да, огонь! Только вот хреново то, что помимо огня, здесь снова эта гребаная терра. Окей, ладно. Я понял то, что сейчас у нас, конечно же, аспектов мало. Но давайте, чисто ради эксперимента, мы попробуем хотя бы из одного пороха создать два. Для того, чтобы у нас все это дело заработало, нам понадобится создать обычный котел. Вы, наверное, спросите, зачем? А все просто, мы его ставим и нажимаем на него обычным жезлом. Та-дам! Он становится тигелем. Далее, этот самый тигель нужно нагреть. Я это, конечно, буду делать с помощью адского камня и зажигалки. И все, по идее, здесь постоянно будет кипятиться вода. Да, и, кстати говоря, раз уж мы заговорили о водичке, мы сразу же ее сюда добавляем. И вот, что я только что подумал. А почему бы сразу здесь не делать какой-нибудь бесконечный источник воды? По-моему, неплохая идея, то есть, вот таким вот образом у нас здесь и факел есть, постоянно будет поддерживаться огонек. Далее, здесь есть водичка и, самое главное, тигель. Итак, в общем-то, экспериментатор хренов, то есть, я сейчас выйдет на охоту и будет создавать себе два пороха. Итак, Пердиттио и Игнис. Окей, это булыжник и получается адский камень. Ну, булыжник я в прошлой серии умудрился весь переплавить в обычный камень, поэтому сейчас немножечко добудем. Вот столько. И сейчас будем создавать порох. Неужели у нас получится? Серьезно, я Таумкрафт не изучал уже целый год, поэтому для меня даже обычное раздвоение пороха будет что-то нечто. Окей, получается, у нас сейчас есть два пороха. Мы хотим сделать из этих двух порохов четыре штуки. Получается, нам нужно восемь Игниса и восемь Пердиттио. После того, как все ресурсы собраны, мы делаем вот так вот, потом вот так вот, сюда суем порох и... Да, у нас четыре пороха! Господи, это работает! Ну, что же я могу вам сказать? Мы просто молодцы, а самое главное, мы даже не углублялись в Таумкрафт. То есть, я думаю, то, что для обычного зрителя, вот просто скажите, если вы никогда не изучали Таумкрафт, вам было сложно или нет это все понять? По-моему, это было суперлегкотня. Понятное дело, то, что все самое сложное было все-таки в паузе, это все вот эти вот аспекты. Но, я думаю, то, что вам не стоит все это изучать. А то еще мозг начнет болеть, станете всех избегать, не сможете всех контролировать, кидаться на соседей. Ну, ладно, это, наверное, все-таки лишнее. Ну, короче, что-то типа такого. Я думаю, то, что уже на субботнем стриме мы как-то это все дело автоматизируем. Опа-па, вот это надо убрать. И сделаем себе очень много пороха. Так что, если что, приходите. Начало в субботу, 15 часов по московскому времени. То есть, это уже, если вы смотрите в пятницу завтра. И это вообще прям муа. И даже, скорее всего, помимо того, что мы сделаем себе громадное количество пороха, мы еще будем создавать себе ракету пятого уровня. Наконец-то, представляете? Ну, да ладно, как вы, наверное, понимаете, Таункрафт действительно очень сложный мод. И то, что оставалось в паузе, это действительно было тяжело. И у меня даже немножечко начинает уже мозг кипеть. Поэтому, скорее всего, я сейчас хочу немножечко расслабиться и посмотреть. Греки, а что вам, собственно, нужно? Каким же вы, собственно, проектом занимаетесь? Итак, проект. Рыночная площадь, нужны ресурсы. Песчаник, дерево, дуб и камень. То есть, остался только камень. Ну, в принципе, у меня, по-моему, где-то в сундуке три стака завалялось. Поэтому сейчас просто телепортируемся, рыскаем и находим три стака камня. Вот о чем я говорил. Вот, понимаете, у меня действительно его очень много. Возвращаемся обратно. Стоп, 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 стоп. Ночь начинается. Пожалуйста, только не спите. Просто забирайте камень и отдавайте мне свои деньги. И нет, все равно недостаточно. Серьезно. Ну, блинский блин. Булыжник-то у меня на самом деле уже закончился. Поэтому мне, скорее всего, сейчас он понадобится. И в этом мне, наверное, поможет карьер. Стоп! Стоп, я же булыжник начал уничтожать, придурок! Ёперный театр. Давайте тогда сейчас сделаем так. Из этого фильтра мы булыжник убираем. И он у нас сейчас будет понемногу накапливаться. Да, вот только знаете, в чем заключается проблема? У нас снова лава кончилась. Но, конечно же, я всегда банки с лавой с собой таскаю. Поэтому без проблем. Сейчас все заработает. Давай, 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 карьер, карьерище. Работай, начинай. Ну-ка, где? Где эта хреновина, которая копает? Я считаю до трех. И если ты не появляешься, я не знаю, что сделаю. А, все, появился. Все, все нормально, все нормально. Геотермальный генератор понемножечку начинает работать. Лава заполняется. Здесь у нас лава заканчивается. Поэтому сразу снова пополняем. И сразу следим за булыжником. Блин, скеблин. Ну, серьезно, вы только посмотрите, как быстро все это дело добывается. У нас уже есть и кремень, и оловянная руда, и уголь. И самое главное, если посмотреть в этот сундук, то здесь этого всего больше. Давайте просто ради прикола сейчас посчитаем, сколько у меня меди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь стаков меди. А, пупеть. И самое главное, медь бывает разная. Если вот эта вот медь подсвечивается белым светом, а это синим цветом, то есть кое-какие различия. Вот эта вот медь, которая подсвечивается синим цветом, ее можно переплавить сразу в две штуки с помощью нашей супер-пупер печи. То есть получается у нас здесь три стака, далее пять, семь, девять, одиннадцать, тринадцать. Тринадцать стаков меди, охренеть. Ну и то же самое с соловом, то есть смотрите, здесь подсвечивается белым, здесь подсвечивается синим, и ту, что подсвечивается синим, можно переплавить в два раза больше. Окей, ладно, пора заткнуться, просто взять с собой булыжник и идти его плавить. Я его, конечно же, уже взял, и блин, ненавижу когда ночь. Ну все, глупые греки, я вам принес ваш камешек, забирайте. Я не знаю, может быть сразу им железные слитки подогнать? Может быть у них появится какая-нибудь броня железная? Ну, давайте чисто ради эксперимента. Конечно же, абсолютно все я им продавать не буду, потому что я не придурок, продам всего лишь половину, продаю опять же, и надеюсь, что в скором времени у них появится какая-нибудь супер броня. Ну и все, проект рыночная площадь, улучшение номер два, песчаник, камень, дерево и дуб, все это дело присутствует, постройка пока что выполнена на 0%, и я на самом деле не помню, где эта рыночная площадь, по-моему, где-то здесь, вот она. Просто вангую, все эти деревья переделываются в камень, и больше ничего не изменится, или же все-таки что-нибудь другое изменится. А где строитель? Строитель, я слышу, как ты что-то строишь, но тебя самого не вижу, какого черта? Строитель! Нет, серьезно, вы только сами посмотрите, здесь блоки меняются, но строителя тупо не видно. Ао, ты где? Это, это ты, что ли? Маленький мальчик-строитель, но, блин, серьезно, я думаю, что это все-таки не ты, и я так и не вижу строителя. Окей, ладно, все, забьем. Не особо, конечно, понятно, что из всего этого получится, но мы видим то, что здесь добавляется огромное количество песчаника. Ну, пусть добавляется. Давайте, кстати говоря, сразу охренеем, сколько у них импорта и экспорта, и, боже мой, я действительно охренел, 200 тысяч каждого, пипец! По-моему, в прошлый раз, когда мы сюда приходили, у них было импорта всего 130 тысяч, а уже 200, несколько серий прошло, понимаете? Мне даже очень интересно, что они сейчас продают. Продают они греческую плитку, березу, семена пшеницы, очень много стекла и еды. Даже глину откуда-то берут, интересно, у них же вроде как рядом пустыня, откуда они эту глину вообще черпают? Ну, ладно, это, конечно же, уже не моя забота, черпают и пусть черпают, и когда же у вас можно будет покупать эти гребаные средние греческие иконы? Я же вообще греков-то зачем улучшаю? Помимо того, что я хочу посмотреть, что из них получится, я еще и хочу купить у них вот эти вот гребанные иконы. Может быть, какое-то здание им нужно построить, может быть, просто нужно дождаться, пока они полностью построятся, либо нужно супер-пупер доверие получить. Я не знаю, серьезно. Мне, кстати говоря, очень даже интересно, кто я сейчас для них? Где у вас главарь? Алло. Слушайте, а ведь серьезно, а где у них этот гребанный главарь? Я вот что-то хожу-хожу и до сих пор его найти не могу. Это ты? Нет, это не он. Да, это, конечно же, очень странно. У них почему-то из деревни пропал вождь. А как я могу посмотреть тогда, кто я для них? Я уже просмотрел абсолютно все здания и его так и не нашел. Подождите, а это кто? А это у нас убивает овец, понятно. В общем-то, ночь наступила, некоторые люди уже идут спать, но я что-то до сих пор не вижу, чтобы главарь возвращался. Вот серьезно, его тупо как не было, так и нету. Мне кажется, или эта деревня осталась без предводителя? Что-то мне это не нравится. Прям совсем-совсем. Ну, только не говорите мне, пожалуйста, то, что и эта деревня тоже залагала. Ну, пожалуйста, вождь, найдись. Эх, уже абсолютно все вернулись по своим домам, но сам по себе вождь где-то гуляет. Ну, ёперный театр. Ладно, ладно, давайте тогда пока что не будем придавать этому значение, просто успокоимся. Успокоимся, я сказал, и потом посмотрим, что получится. Может быть, он все-таки вернется. Кстати говоря, мне очень интересно, я серьезно забыл, то есть я год не изучал Томкрафт, поэтому у меня вылетело из головы, есть ли после алхимии удвоения алхимия утроения. То есть у нас тут после алхимии удвоения появляется развилка, которая ведет к алхимическому производству, и энтропия, очень интересно. Энтропия делает хуже, а алхимическое производство всегда есть несколько путей. Давайте изучим и посмотрим, что это такое. Вы поднаторели в стандартной алхимии и алхимии удвоения. Теперь пора сделать что-то более глобальное. Вы создали рецепты, позволяющие получить предметы, которые сложно получить обычными путями. То есть из обычной нити в Тигеле мы можем получить паутину. О, интересно, действительно. С помощью снега мы можем получить лед, из булыжника мы можем получить замшел и булыжник, и в принципе все. Ну да, я конечно бы не сказал, что это прям супер-пупер интересно, но, блин, дальше, кстати, ничего не идет. Очень, конечно же, все это дело обидно. Ну да ладно, давайте прямо сейчас мы займемся ракетой пятого уровня, и посмотрим, что нам вообще понадобится для ее создания. И, конечно же, создадим себе сверхпрочное покрытие, потому что вроде как только оно и осталось. Собственно, головной обтекатель, ускоритель, прочный ракетный стабилизатор, все это у меня есть, осталось только действительно сверхпрочное покрытие, которое создается из кобальта, ари-харукона и дюралюминия. Как вы, наверное, помните, ари-харукон и кобальт у меня есть, можно даже проверить. Да, вот он кобальт, а вот он ари-харукон. А остается только лишь сжатый дюралюминий, который создается из дюралюминиевых свитков, которые создаются из меди и алюминия. Ну, блин, это вообще без проблем. Просто запихиваем все это дело в сборочный цех и, по идее, прямо сейчас, через 3 секунды у нас появится дюралюминиевый слиток. И да, это действительно так, нам их нужно получается сколько, давайте подумаем, 20 вроде как штук, да? Из 20 слитков мы создаем 10 сжатого дюралюминия и потом все вот эти вот кобальты, ари-харуконы, дюралюминий соединяем и получаем сверхпрочное покрытие 5 уровня. Я действительно думаю то, что уже на следующем субботнем стриме мы все это дело создадим, досоздадим, ля-ля-ля-ля-то поля, вас создадим. Ну, а пока что я буду заканчивать. Я, на самом деле, надеюсь то, что эта серия вам все-таки понравилась. Сегодня у нас было что-то новенькое, то есть тот самый Таумкрафт, который мы не изучали целый год. Если вам все-таки понравилось, то я могу изучать какие-нибудь простенькие вещи из Таумкрафта и дополнять их к тому же Галактикрафту. Ну, или к чему-нибудь другому. Просто напишите в комментариях, нравится вам это или нет. Ну, а пока я действительно буду заканчивать. На эту серию у меня ушло очень много времени, снимаю я ее примерно уже 2 часа. Я искренне надеюсь, что вы не забудете поставить лайк. Я вот просто умоляю вас, если кто досмотрел до этого момента, не забудьте поставить лайк. Ну и, короче говоря, увидимся на 25-м субботнем стриме. А я опять же прощаюсь с вами. И я надеюсь, опять же, серия вам понравилась. И если вы здесь привыкли, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лоложка Космонавт. Всем удачи, всем пока, 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 пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok